МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Указом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 2017 год объявлен Годом науки. Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала. Из сообщения пресс-службы президента Республики Беларусь. Сегодня в Гомельской области действуют 4 академических института и 6 вузов, работают 200 докторов и почти 1000 кандидатов в наук. Разработки гомельских ученых признаны в стране и за рубежом. И не случайно Год науки в регионе стартовал с торжественного собрания, на котором вручили награду ученым, достигшим значительных результатов. Порядка 100 патентов на изобретения в различных сферах, 200 монографий и свыше 3000 статей в белорусских и зарубежных изданиях. В общем активе ученого Гомельщины сотни исследований, выполненных в рамках государственной, союзной и международных программ. При этом большинство работ имеют прикладной характер и уже используются на практике. У нас вся наука в вузе построена для практического здравоохранения. И заказ мы получаем не столько для научной, а столько для практической цели. Это у нас такие разработки идут, которые носят широкое применение в кардиологии, в кардиохирургии, работа с искусственными сосудами, со стволовыми клетками, работа в области травматологии. Наука не должна работать в стол. Ее плотное взаимодействие с экономикой – одна из основных задач дня сегодняшнего. Это четко понимают в Институте механики металлополимерных систем. В последние годы здесь создано более 40 марок импортозамещающих и экспортно-ориентированных полимерных композиционных материалов. Прикладные разработки используются на промышленных предприятиях Беларуси, в России. Кроме того, у нас собственное производство есть. То есть мы и сами производим как изделия, так и композиционные материалы. Некоторые образцы разработок Института металлополимерных систем для непосвященного взгляда – обычные, как скажет обыватель, пластмасски. На самом деле это детали с уникальным составом. Пруд не одного десятка ученых. То, что приносит в экономику сотни тысяч долларов. Это и антифрикционные материалы, типа вот таких вот колец, для шаровых кранов магистральных газопроводов. То есть это должна быть высокая износостойкость и антифрикционность. Еще одно из направлений – это антистатические материалы, то есть для использования в топливных системах автомобилей. В основном это Россия, то есть это производство легковых автомобилей, автоваз. Здесь разработки для самых разных отраслей промышленности. От электротехнической и строительной до машиностроений и агротехнического комплекса. Серийное производство ряда материалов освоено на предприятиях концерна «Белнефтехим». Например, самозатухающие материалы, то есть, например, все розетки, вся электрика – это материалы. Которые должны, когда вы пламя убрали, вот у вас какое-то произошло ЧП, там что-то загорелось, вы убрали пламя, и он сам перестал гореть. Сейчас в Гродно-Азот очень много производится материала по нашим рецептурам. Мы подстраиваемся под рынок, что сейчас нужно, то мы и делаем. В своих исследованиях под современный рынок подстраиваются и в Институте леса. К примеру, в этой лаборатории основательно занимаются новым направлением в развитии белорусской экономики – промышленным выращиванием грибов. Технология, благодаря которой получают экологически чистую продукцию, недавно была представлена на выставке в Милане. Одна из задач на будущее – заинтересовать в сотрудничестве фармацевтическую отрасль Беларуси. Вместе можно создавать препараты, которые способны укреплять иммунитет. Кроме того, в Институте глобально занимаются изучением генетики деревьев и растений, устойчивых к вредителям и негативному влиянию окружающей среды. У меня был выделен персональный грант на проведение научных исследований, связанных с повышением устойчивости лесных и древесных растений к различным заболеваниям и внешним факторам. Как вы знаете, эти свойства зачастую генетически обусловлены и передаются по наследству. Поэтому, используя наши методы, мы можем проводить раннюю диагностику и отбирать те растения, которые в будущем будут более устойчивы к различным видам заболеваний. Прикладной наукой продуктивно занимаются и в гомельских вузах. В ГГУ имени Франциска Скорины успешно внедренными в промышленность разработками могут похвастаться в каждой из научно-исследовательских лабораторий физико-химического института, созданного при университете. И речь идет о сотрудничестве не только с белорусскими предприятиями. Россия, Эстония, Корея, Китай – такова география партнерства. В настоящий момент мы находимся в лаборатории, мы видим установку, созданную по проекту профессора Рогачева. В этой установке заложено более 10 изобретений, патентов, которые созданы в нашем университете. Фактически установка является в своем роде уникальной, поскольку здесь реализованы многие идеи. С помощью этой уникальной установки можно формировать покрытие специального назначения, не уступающие зарубежным аналогам, защитные, просветляющие оптические покрытия, для ремонта и восстановления деталей машин и другие. К примеру, одна из технологий, осуществляемая на данной установке, нанесение алмазоподобных покрытий, увеличивает срок службы режущего металла и деревообрабатывающего инструмента в 2-4 раза, снижает процент брака в процессе обработки, дает возможность автоматизации процессов при использовании упроченного таким покрытием инструмента. Наши инновации состоят в том, что более технически востребованный, по своим характеристикам, куда значительно превышает параметры нитрида титана, вот покрытия так называемые углеродные, алмазоподобные. Такие покрытия формируются с обычного графита. Вот графит, дешевое вещество, довольно известное и так далее. Однако синтез позволяет осуществлять, вот видите, алмазоподобные покрытия. Кроме того, здесь разработаны технологии по нанесению такого рода покрытия на всевозможные сальники, манжеты, которые применяются в узлах трения машин, компрессоров, насосов и так далее. В данном случае, помимо алмазоподобных покрытий, применяется специальное композиционное полимерное покрытие. Одна из последних разработок – синтез покрытий медицинского назначения, которые обладают бактерицидными свойствами. Впрочем, это не единственный случай в регионе, когда техническая наука становится на стражу здоровья человека. Два рентгеновских снимка и компьютерная томография. Буквально через год этого будет достаточно, чтобы предвидеть исход хирургического вмешательства и избежать всех возможных осложнений. Взять такую высокую планку в медицине поможет специальная компьютерная программа. Ее разработкой сейчас занимаются 13 человек. Преподаватели и студенты ГГТУ имени Сухова совместно с медиками областной больницы. На стране, насколько мне известно, таких разработок не проводится. В мире, конечно же, различные, скажем так, различные степени разработки есть. Но я бы так классифицировал, что это достаточно на серьезном уровне, можно сказать, даже на мировом уровне мы сейчас начинаем работать. Программное обеспечение состоит из нескольких компьютерных программ, аналоги которых уже созданы и работают за рубежом. Стоят они несколько тысяч долларов. Белорусское изобретение по существу объединит эти отдельные программы в одну. В отличие от статических рентген-снимков, полученная модель позволит оценить позвоночник человека в 3D-формате. С минимальными материальными затратами станет возможным улучшить качество помощи пациентам с почти всеми видами дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Программа позволит спрогнозировать ход лечения и скорректировать его, чтобы достичь успешного результата. 80% населения страдает дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и около 10% становятся инвалидами на фоне этого заболевания. То есть это крайне социально-экономически значимая и важная тема для Белоруссии. Возможно, какие-то методы консервативной терапии и реабилитации необходимо использовать на более ранних этапах, а не выполнять хирургическое вмешательство, что позволит, соответственно, сократить операцию. И если ее надо делать, то она будет выполнена уже по показаниям в сторону улучшения клинической картины. Целый год программисты изучали медицинскую литературу, посещали операционное отделение больницы и писали программные коды. Среди идей еще подключить элемент искусственного интеллекта, чтобы программа смогла не просто давать врачам информацию для анализа, но и самостоятельно его проводить. Если все планы программистов воплотятся, то через год количество тяжелых случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата и, главное, инвалидности можно будет сократить вдвое. Сегодня научно-исследовательской деятельностью на Гомельщине занимаются не только специализированные институты и высшие учебные заведения. В этот же список можно добавить и лаборатории, работающие на ряде предприятий. Гомельский научно-технический центр комбайна строения в этом году отметит 70-летний юбилей. Все начиналось с небольшого конструкторского бюро. Сейчас же здесь разрабатывается техника последних поколений. Это не просто утверждение. В Гомеле внимательно следят за достижениями конкурентов. Конкуренция жесткая, и мы готовы к этой конкуренции. Мы следим за своими, скажем, основными фирмами, которые работают в области техосмашиностроения. Бываем на выставках, бываем на полевых испытаниях. Комбайн на газовом двигателе по заказу «Газпрома». Специальные варианты зерноуборочных машин для стран Африки и початко-уборочные машины для Российской Федерации. Это лишь некоторые практические направления, которыми сегодня занимаются в Гомельском центре комбайна строения. Наряду с разработкой современных образцов для Гомсельмаша и отечественного агропромышленного комплекса значительное внимание экспорту. Новые направления – это хлопко-уборочные машины, это початко-уборочные комбайны, это модельный ряд косилок самоходных, это модельный ряд прицепных картофельно-уборочных комбайнов новых поколений, а также и зерноуборочные машины. С самого своего начала Гуднауки отметился яркими тематическими мероприятиями. Так Национальная академия наук и Республиканская общественная организация «Белая Русь» впервые провели совместную акцию – встреча поколений ученых. В Минск пригласили 430 студентов, имеющих склонность к научной работе. Гомельскую область на встрече представили студенты всех высших учебных заведений региона. Одна из главных задач мероприятия – познакомить молодых людей с достижениями белорусской науки и таким образом помочь им в выборе жизненного пути. Нам нужны прогрессивные проекты и амбициозные идеи. Эти слова потенциальные ученые от руководства Национальной академии наук услышат неоднократно. И хотя истории известны случаи, когда молодые ученые делали открытие мирового уровня и в 20-летнем возрасте, от современных студентов такого не ждут. Главное, чтобы было желание заниматься чем-то новым. Студентка Белорусского государственного университета транспорта Екатерина Фетченко в своей дипломной работе объединила две сферы – железную дорогу и туризм. В результате получился отель на колесах. Туристы, которые будут приезжать к нам из других стран, у них будет возможность, не снимая жилье отдельно, не переплачивая в ресторанах, кафе за питание, проживать, питаться, перемещаться. В отдельные моменты встречи поколения чем-то напоминает лекцию в высшем учебном заведении. Только за трибуны не обычные преподаватели, а исключительно академики и члены-корреспонденты Академии наук. Речь о путях в науку и последних разработках белорусских ученых. Здесь же озвучивается новый проект, реализацию которого начинает Национальная академия. Ученый под ключ. Теперь работать с перспективными для науки молодыми людьми начнут со школы. Мы имеем сейчас очень тесные связи со многими школами. Гимназиями, лицеями. И там пытаемся находить ученых, ориентировать, чтобы они поступали в вузы по соответствующему профилю и потом приходили в науку. Но здесь тоже мы представим этот проект, что Академия наук может принять в магистратуру, в аспирантуру, определить научное руководство, лабораторию, помочь провести эксперименты, опыты, помочь подготовить научную работу и по защите, сопровождение такое и последующие трудоустройства. То есть ученый под ключ. Среди современных приоритетов в Национальной академии наук исследования в области космоса, медицины, машиностроения и аграрного сектора, разработки в сфере IT, нано, биотехнологий и генной инженерии. После встречи с ведущими учеными страны студентам предоставляется возможность ознакомиться с деятельностью учреждений Национальной академии еще и непосредственно на месте. Причем в Белой Руси проведением только одной акции обещают не ограничиваться. Работа с потенциальными молодыми учеными будет иметь продолжение. Мы в областях проведем аналогичные мероприятия, тоже с участием академической науки, но уже для более широкого круга студенчества, которая думает, либо уже решила, либо уже посвятила себя работе с наукой. Науку в массы. В год науки Гомерская областная библиотека имени Ленина открыла научное кафе. Новый проект не имеет аналогов в стране. В его организации обратились к опыту зарубежных коллег. Первыми гостями кафе стали гомерские ученые, молодые аспиранты и студенты. По задумке, однажды в месяц научная общественность будет встречаться с посетителями библиотеки, чтобы в свободной дискуссионной форуме за чашкой кофе или чая разговаривать на научные темы. В день открытия гости обсудили последние достижения современной науки и поразмышляли о ее возможностях. В общем, темы встреч расписаны на год. Особое внимание сегодня и популяризации науки в средствах массовой информации. Как говорится, своих героев и их разработки люди должны знать. Ведь гомерские ученые наверняка еще не раз заявят о себе громкими достижениями и не только под науки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова